день 1585 алекс на связи конечно подход к отоплению и обогреву квартире он сильно отличается от обогрева в каком-то каком-нибудь частном доме в квартире в основном это используется центральное отопление ну и максимум что еще может быть это какой-то обогреватель дополнительный или теплый пол в основном конечно электрический для того чтобы если нужно подогреть квартиру или например межсезонье добавить какого-то тепла ну или может использоваться кондиционер с функцией обогрева например для того чтобы если на улице не очень холодно то использовать его в качестве обогревателя но в домах конечно гораздо больше разных способов отопления но в основном это используется конечно газовый котел но если уже газа нет не у всех бывает дома газ уже проведен то соответственно там может быть электрическое отопление ну и также могут конечно использоваться разные другие способы обогрева это могут быть и конвекторы электрические дополнительно использоваться может быть даже масляные радиаторы и кондиционеры могут использоваться может быть теплый пол он может быть электрический может быть и водяной теплый пол то есть очень много разных вариантов это управление котлом конечно очень много разных способов практически все новые котлы поддерживают протокол open term и можно его с помощью этого протокола управляете непосредственно горелкой то есть выдавать разную мощность этой горелки настраивать на основании каких-то параметров для того чтобы управлять этим протоколом есть определенные регуляторы внешние которые подключаются но они стоят достаточно дорого и тоже там определенный производитель определенный софт этого производителя что не позволяет его полноценно интегрировать в систему новодома ну или вообще можно сделать конкрет конечно очень простое решение там сама схема сам протокол open term он не сложный естественно можно купить соответственно там некоторые компоненты и фактически спаять очень простую схему ее стоимость 500 рублей правда конечно наверное рисковал подключать дорогому котлу какое-то непонятное устройство можно там электронику попали в этом котле и тогда придется очень дорогой ремонт делать поэтому очень часто просто покупает какой-нибудь термостат все термостаты которые продаются они позволяют управлять котлом очень просто то есть фактически они либо включают либо выключают котел у этих термостатов есть встроенный датчик температуры либо можно к нему делать выносной датчик температуры который тоже по проводу подключается ну и если этот термостат вообще систему новодома интегрирован термостат тоже они обычно либо вай фай либо работают по сигбе и тогда уже можно через систему новодома получать значение сразу датчиков например которые находятся вообще других комнатах также получать информацию о погоде на улице и передавать термостат целевое значение установленной температуры либо можно вообще например рассчитайте разные параметры разными способами и просто на термостате подать либо 0 либо 100 градусов например и тогда он просто будет либо включаться выключаться вообще можно еще проще сделать это просто термостатом фактически работает в качестве реле сухого контакта то есть он фактически просто разрывается провод который подключен непосредственно к самому котлу и просто поставить обычное реле но конечно покупное реле не подойдет данном случае то есть все практически реле которые продаются они работают так что они просто подают и из сети сейчас 220 и на выходе у них либо есть фаза либо ее нет соответственно а нулевой проводник он всегда подключен напрямую и таким образом конечно не получится подключить этот котел есть некоторые статьи и в интернете которые показывают как то можно разрезав некоторые дорожки переделать из для обычного который просто подключая 220 в вариант сухов сухой контакт ну либо можно взять какой-нибудь самый простой микроконтроллер например esp8266 и к нему купили просто простенькое реле и сколько на нем никакой особой нагрузки нету по сути она низковольтная то это реле подключить котло и просто управлять через вай-фай конечно нужно будет на микроконтроллер там залить специальную программку есть разные варианты есть готовые скрипты и либо это можно написать небольшой скриптик самостоятельно само реле это подключить к системе умного дома тоже если это использовать например если для home assistant то там есть такая такое программное обеспечение esp home которая позволяет его залить на микроконтроллер один раз с помощью специальных утилит а дальше уже просто через веб-интерфейс настраивать и home assistant сразу будет видеть устройство и ими можно будет управлять через обычный интерфейс этой системы умного дома но в целом конечно такой способ управления котлом не самый правильный да то есть вырубать все время котел и вырубать его наверное не очень хорошо для электроники и для котла в целом есть еще способы управлять уже распределением тепла по допустим радиатором внутри дома то там уже можно ставить на радиаторы разные термоголовки электрические которые тоже позволяют закрывать перекрывать этот радиатор или открывать его сами эти термоголовки они уже стоят не очень дорого около двух с половиной тысяч можно купить такую термоголовку есть разные производители в основном все эти термоголовки они работают на протоколе zigbee потому что иначе если используют вай фай то им нужно будет подавать питание не около каждого радиатора возможно организовать именно подключение электрической сети такие термоголовки работают батареек и сами по себе они конечно все которые сейчас имеются не очень удобные поскольку они могут либо перекрывать полностью либо открывать полностью подачу воды на радиаторы и само перекрытие идет достаточно медленно поскольку батарейки они конечно могут подать большой ток но если очень быстро управляет то соответственно батарейки конечно разрядится и придется их часто менять и само открытие и закрытие производит происходит очень долго около 30 секунд и если очень часто регулировать и соответственно то конечно батарейки тоже будут садиться но если например батарею перекрыть то она очень будет быстро остывать и здесь не очень наверное хорошее решение постоянно открывать и закрывать эту батарею есть еще функции у термоголовок обычно дополнительные то есть у них стоит встроенный датчик температуры можно настроить на автоматический режим чтобы эта термоголовка открывалась и закрывалась и поддерживала определенную температуру и есть некоторые такие функции как если резко падает температура в комнате то термоголовка включает такой специальный режим как проветривание и на некоторое время она просто перекрывает радиатор для того чтобы тепло не уходило просто на улицу но если термоголовка подключена к системе умного дома то большого смысла конечно использовать ее функции автоматического регулирования нету то есть тогда уже проще через систему умного дома это можно на окна поставить датчики открытия окон поставить датчики температуры в разных частях комнаты они прямо около радиатора и уже более точно отслеживать что происходит и какие-то делать действия с этой термоголовкой но гораздо реже но опять же если этими термоголовками перекрывать радиаторы то в целом получается некоторый дисбаланс возникает в системе отопления что если в одной комнате закрыта то поток он другую комнату идет и там уже может перегреваться и тогда нужно будет разных комнатах синхронно открывать и закрывать эти радиаторы как вариант еще делаются несколько разных контуров для отопления и тогда можно конечно этими термоголовками как-то более сбалансированно управлять либо можно просто на котле на системе отопления именно газового поставить какую-то пониже температуру а если в какой-то комнате угловой или какой-то большой большой достаточно прохладный становится по отношению ко всему дому то можно там просто догревать либо другой другим способом например теплым водяным полом или электрическим полом или можно поставить какой-то конвектор и используя либо умный термостат для этого электрического электрического конвектора или умную розетку уже дополнительно повышать температуру в этой комнате если это потребуется